Я долго мучился, думать, что же мне взять за основу своего творчества. Я, как и все молодые композиторы, кидался из одной крайности в другую. Пытался писать оперы, симфонические произведения, камерные произведения, песни. И я не знал, что же у меня получается, а что у меня не получается. После долгих лет поисков я, наконец, остановился на образе песни. Я понял, что, пожалуй, песня и будет моей центральной жизненной задачей. Ибо через песню, через слово мне будет легче всего передавать свои мысли, свои чувства и настроения моим слушателям, моему народу. А когда же Бутилов скончался, То оставил письмо на столе, Чтоб с заводом своим любоваться Схранить при заводской земле. Недалеко от Нарской составы Из часовня лампада горит. Про то знают миллионы народа На том месте пути лазары. Эту незатейливую песенку Я слышал от одного путиловского паренька В 1914 году. Когда меня схватила скарлатина, Я лежал в Боткинских бараках, И по соседству со мной был этот самый путиловский паренек. Мы подружились, И он, почувствовав во мне своего товарища, Напевал мне много песен, И в том числе вот эту, которую я запомнил. В то время за заставами, А родился я за Невской заставой, В то время за заставами вообще Появилось уже много песен, Которые пелись в тихом букву. Вспоминая эти времена, Я думал, А что, если бы я родился раньше? Или бы революция опоздала? Я бы, вероятно, тоже сочинял песни. И, конечно, я писал бы Христианские песни, Песни рабочие. И, вероятно, Меня бы уже тогда не знали. Милый Василь Павлович, Правда, мне странно называть тебя Василий Павлович. С юности я привыкла к тому, Что ты, Вася Соловьев, Без всякого седой. По старой дружбе молодости, Когда ты еще не был знаменитостью И прекрасным композитором, А просто аккомпаниатором Живой газеты «Красный коммунальчик», А я была вагоновожатым, Я прошу дать мне возможность Раздобыть два билета на твой концерт. С искренним и сердечным приветом, Галя Алиша. Это, между прочим, рисовал Форди, Тоже студент. Это, очевидно, Петр Борисович Рязанов, Дальше Седой, дальше Дзержинский, Дальше не могу понять, кто, А последний – это Греховодов, очевидно. Себя я тут что-то не вижу. А может, это я иду там сзади. Сколько же это прошло лет, Я даже сосчитать трудно сейчас. Композитор Никита Богословский. Мне было 16 лет, и по молодости лет Я в концернаторию поступить не мог. И мой учитель, Семен Викторович Панченко, Порекомендовал мне поступить В Центральный музыкальный техникум. Я явился туда с огромным запасом сочинений. И явился молодой человек в очках С поломанной душкой, перевязанной ниткой. И сел Василий Павлович за рояль И стал играть прелестную музыку. Тогда все-таки из комиссии спросили, Ну вот покажите эти ноты, Или можете еще раз сыграть. Он говорит, я еще раз не могу сыграть, Потому что это все была импровизация. А ноты я записывать в общем не умею. И сделали исключение. Ввиду совершенно очевидного таланта, Этого абитуриента, Его приняли в техникум без знания ноты. Вот я вам покажу уникальную фотографию, Которую, по-моему, есть только у меня. Это вот Василий Павлович в 30-м году Подарил мне на память вот эта фотография. Написана на память Никите и Вася 11 октября 30-го года. Мы были очень дружны. Жили мы голодновато, но весело. Вообще я вот вам рассказывал, Что подрабатывали мы. Естественно, в рамках своей профессии. Вот Василий Павлович играл там под физкультуру В разных клубах. Я играл в немом кино. А вот Абрам Голланд, наш студент, Договорился с ленинградской эстрадой. И написал фокстрат под названием «Очередь». Но его заел, и он никак не мог сочинить припевы. Хотя текст уже у него был, Но у него не получалось. И он попросил Василия Павловича ему помочь. И тот довольно быстро ему сочинил припев, Так сказать, подарив его, И свою фамилию не упоминая. И вот тут он нашел такую удивительную Ритмическую изюминку в этом припеве Про очередь. Это я вам покажу. Я до сих пор сколько лет прошло, Я до сих пор помню эту мелодию, И вот этот ритмический сбив сразу сделал, Такой, как с Сенентом, Он был довольно популярным в Ленинграде, Но под него не могли танцевать, Потому что тут лишний четверть получалось, И те, кто танцевали, сбивались с ноги просто. Неудобно. Но на слух, и чисто профессионально, Это было, конечно, шикарно. Василий Павлович жил на Старо-Невском тогда с родителями, И он был настолько светлый, Это редчайший случай, Когда блондин и не одновременно альбинос, Просто он был совершенно как солома волосы были. И его во дворе все мальчишки дразнили седым. Так к нему эта кличка и пристала, Поступил, естественно, как Соловьев официально в техникум. Ну и потом он стал подписывать сочинение своей Седой, А уж потом прибавил Соловьев для официальности. Он считает, что Седой начался с военного времени, Его популярность. Но была прекрасная песня казачьей-кавалерической, В которой он был написан не то в 1938, не то в 1939 году. И ее прекрасно спел Утесов. Она была очень популярна во всей стране. Мой конь буланный, скачи скорей поляной, Казачка молодая ждет. Окно раскрыто, быстрей ударь копытом, Казачка нас встретит угород. Леонид Иосифович Утесов на моей памяти Чуть ли не выпрашивал у Василия Павловича, Чтобы он что-нибудь для него написал. Потому что Утесов, как человек, Тонко чувствующий искусство и музыку, Понимал, что это настоящий высокий талант. И всегда у него была такая изюминка, По которой можно было его отличить. То ли ритмический поворот, То ли какая-то необычная гармония, То неожиданно какой-то мелодический сдвиг. В этом отношении он был поразительным мастером, И я не обладаю чувством зависти к своим коллегам. А тут я просто завидовал. И не этой прославленной белой завистью, А просто настоящей черной завистью. Над кронштадтской крепостью полночь темна, Лишь прожектор ложится бороздкою К нам на берег крутой ледяная волна Принесла без козырку матросскую. К нам на берег крутой ледяная волна Без козырку лебила матросскую. Вы скажите мне, звезды мерцая в англии, Вы в ответе мне ветры осенья, Где служил тот моряк, На каком корабле, И в каком был убит он сраженье, Где служил тот моряк, На каком корабле, На каком погиб направлении. Уважаемый Василий Павлович, После Отечественной войны Многие годы я прикован к постели, Но имею репродуктор, А живу только тогда, Когда слушаю ваши песни, Особенно морские. Это, наверное, потому, Что я бывший моряк-балтеец. Сердечное спасибо вам, Машков Иван Павлович. Когда приехал Василий Павлович Лавиал Седой, Политуправление флота Обратился с ним с просьбой Написать какую-нибудь песню для флота, Поскольку балтийские моряки Были одной из серьезных боевых сил, Защищавших Ленинград. Василий Павлович ответил согласие, Но просил прикомандировать Какой-нибудь флотского поэта. Меня вызвали в политуправление, Начальник мне сказал, Вот товарищ Фагельсон, Пишите мне песни, Неплохо у вас получается, Надежда завтра, 14.00, Явиться в гостиницу Астория, Композитору Соловьеву Седому, Создать с ним флотскую песню. Повторите приказание. Я повторил приказание, Повернулся налево кругом, Вышел. На завтра пошел к Соловьеву Седому. Шел дрожа. Ну, Василий Павлович оказался Очень добродушным, Простым человеком. А, ну вот очень хорошо, Вот вам нотки, Дал мне рукописные ноты, Какие-то. Попробуйте написать на них Песенку морскую такую, Лирическую. Я ушел, ничи под собой ног, Сам Соловьеву Седой Дал мне свои ноты, Если у меня выйдет, У меня открыта широкая дорога в песню. Буквально через час Я уже написал стихи, Но было идти сразу как-то обратно неудобно, Хотя бы для солидности сутки выдержать. Дождался завтрашнего дня, Пошел к Соловьеву Седому. Что, уже написали? Я говорю, так точно. Он почитал стихи, Молча потом подумал. Говорит, А не могли мне написать Что-нибудь совсем другое. Как-то переспрашивать, Было неудобно, Вроде он считает меня поэтом. Я говорю, есть. Повернулся, ушел. А завтра принес совсем другое. Он говорит, знаете, Тут у вас три сюжета. Так не бывает в песне. Один сюжет, Через днем все выражается. Опять не то. Третий раз пришел, Не понравилась совсем четвертая страфа. В общем, чтобы не тянуть время, Ходил к нему 12 дней, Каждый день, как на службу. Приносил очередной вариант На одну и ту же музыку. Иду в 13-й раз, Число 13, Не самые счастливые, Морякина Руссия. Верно? Я думал, что это последний Мой визит к Соловьеву Сидову. А он уже привык К моим посещениям ежедневным, Как на работу я к ним выхожу. Вот сначала дверь ему говорит, А, Фагельсон в летнюю ночь. Ну, входите, Что вы там накропали? Я протягиваю ему стихи, Он начинает читать, И в это время Ему звонят по телефону, Приглашают куда-то в гости. Он, не отрываясь от телефона, Говорит, я не знаю, Вот только ко мне пришел поэт, Принес очередное безобразие, Если у него что-нибудь получилось, Может, мы вместе приедем. Ладно, мы сейчас приедем. Так я помню, что он принял мой текст. Значит, вот в 64-м году Мы поехали вместе В бригадой цели, Василий Павлович, Анатолий Александрович И я поехали в Мурманс. И вот пошли на торпедном катере Вдоль берега Баренцева моря, Скалистый берег, На котором ничего не растет, Ни травинки, ни мха даже нету. Только в растеринах лежал снег. А дело было 27-го июня. Я спросил командира катера, Когда этот снег тает, Он говорит, Да это так до осени лежит, До следующей зимы. Как-то мне запомнилась эта фраза. Вот когда мы шли обратно, Уже в Североморск, Он стоял на палубе катера, Он хотел, Хочет этот ветер в лицо, Но он долго не выдержал все равно. Но он стоял, Смотрел на прибегающие мимо берега, Типа гранитные, покрытые снегом, И делал все время такой жест, Вот этим пальцем поправлял очки. А я уже знал, Что когда он так делает, Значит, он что-то такое сочиняет. Помните, он вас попросил? Да, да, да. Он взял бумажки, Напилисал нотный стан. У матроса попросил какого-то лист бумаги, Написал мелодию, И протягивает мелодию. Я посмотрел мелодию, Понял, что это лееческая песня, Наверенная этим северным далеким гарнизоном. Я попробовал подписать первые слова. Берег северный, сплошь гранит, Здесь до осени снег лежит. Берег северный, сплошь гранит, Здесь до осени снег лежит. Небо часто затянуто серою хмарью, Но стоят на посту моряки с заполярья, Корабли боевые видны вдали. Черта у него была такая замечательная. Он свое жизнелюбие, И свой огромный талант, И искрометный юмор свой, И теплоту дружбы он умел как-то распределить Между всеми людьми, которых он знал. И вот здесь как раз собрались вот эти счастливые люди, Часть из них. И вот за этим роялем, Это было много лет тому назад, Как-то готовился один из юбилейных концертов, Василия Павловича. И мы с ним думали в рояле, Что же примерить на меня? Я отобрала себе девичью песню, Я тогда этим очень увлекалась. Говорила, у меня есть такая песня, Песня Насти. Потом вот эту проникновенную, Роскошную песню из послевоенной лирики «Не тревожь ты себя». И осталось еще выбрать одну песню. Да, конечно. И еще осталось выбрать одну песню, Как говорится, Ну, всегда в эстрадном концерте Надо чем-то закончить. А надо сказать, Что Василия Павловича, Я не знаю, почему, Может, откроетесь и плот. Почему у меня мужских песен Значительно больше, Чем для женского голоса. Мы перерыли сборники И никак не могли найти финальную точку. Когда я предложила Василию Павловичу Матроски ночи, Я почувствовала, Что энтузиазма, Это мое предложение, Не университет. Но я услышала свои интонации. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Самое лучшее. Я вот вспоминаю, Что Василий Павлович За последние годы Много песен написал На стихи Глеба Горбовского. Одну из песен Василия Павловича На стихи Глеба Горбовского Вы все знаете. Отчизна после разберется, Кого любя, кого кленя. И если я устал бороться, Тогда стреляйте сквозь меня. Комарова, сумрак дачный, Дети с поезда гурьбой, Понимаешь, неудачно Мы приехали с тобой, Неуместен бодрый посвист Электрички, смеха ребят. Понимаешь, в гости поздно, Все, кого мы знали, спят. Спит, содвинув, В стауне на ночь, Позади пасьянц, чаи, Соловьев Василий Павлович, Автор песни Соловьи. Ветер в трещинку меж рёбер Задувает страх, сипит. Толя Клещенко в окопе Подстелил печаль и спит. Грозной памятью терзаем, Привалясь спиной к сосне, Витя Курочкин, прозаик, Спит, уставший на войне. Соловьев Василий Павлович, Витя Курочкин Витя Курочкин Соловьев Василий Павлович Юрг𝘦и Павлович Юрия Солиев Павлович Юрг КОНЕЦ Если спросят вас, участвовали ли вы в Великой Отечественной войне, скажите, что воевали в гвардейской дивизии Радимцева, защищавшей Сталинград. Ведь с нами воевали ваши песни. Дважды герой Советского Союза, генерал Радимцев. Соломьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. КОНЕЦ КОНЕЦ Шел август 1941 года. Группа ленинградских работников науки и культуры работали в ленинградском порту на оборонных сооружениях. Был чудный августовский тихий вечер. На рейде стоял корабль, какой-то матрос играл на баяне, группа матросов тихо пела песню. И когда я подумал о том, что, может быть, эти матросы сегодня поют, а завтра будут участвовать в жестоких сражениях, и кто знает, кто из них вернется домой, захотелось написать об этом замечательном вечере песню. И вот тогда само собой родились слова «Прощай, любимый город». Я поделился своими думами с поэтом Александром Чуркиным, и через день-два песня была готова. И вот сейчас, много лет спустя, я частенько на своих концертах вместе с аудиторией тихо пою эту песню так, как я ее запел 30 лет тому назад. «Прощай, любимый город» Споем веселее, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Споем веселее, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой, мелькнем за кормой, знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской, дружнее подтянем, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой, мелькнем за кормой, знакомый платок голубой. Правда, песню-то забраковали. Говорили, что она сейчас не ко времени. И я согласился. И впервые показал эту песню уже под Оржевом. В марте 42-го года. Нам в Москве Василий Павлович сказал, что у него забраковали песню. Сказали, что песня упадническая. И он был убит, просто убит этим. Концерт у нас заканчивал с Василием Павловичем. И Василий Павлович говорит, слушайте, я сейчас запою эту песню для бойцов. И посмотрим. Если вы сразу подхватите припев, песня все-таки дойдет до солдата. И он заперл. Споемте, друзья. И я, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселее. Илья Радина. В годы войны артистка фронтового театра Истребу. И когда он запел «Прощай, любимый город», запели не только мы, артисты. Запели бойцы. Сначала без слов. Потом они начали подпевать слова. Потом Василия Павловича заставили три раза повторить песню. Потом шквал аплодисментов. И я увидел Василия Павловича слезы на глазах. Слезы человека, творческого человека, который увидел, что песня-то получилась. Что песня-то дошла до бойца. Дошла до сердца. И вот дальше происходили такие вещи. Мы приезжали в следующую часть, в следующую дивизию. А нам уже говорили. «Прощай, любимый город». Оказывается, нам сказали, что связисты по телефону, по полевым телефонам передавали и тексты, и слова песни. Вот так песню отстояли солдаты. Я очень хорошо помню, как впервые услышал эту песню в 1946 году, возвращаясь домой из освобожденной Чехословакии. На одной станции увидел я гармониста и двух девушек, которые пели вместе с ним. Это была песня про меня, про моих товарищей. Так я и ехал домой, твердя слова. Давно мы дома не были, давно мы дома не были. Иван Федорович Мусин. Горый год, красавицы, гуляют без ребят. Без нас, девчатам, кажется, что звезды не горят. Без нас, девчатам, кажется, что месяц сажи вожатся, а звезды не горят. Вы знаете, в этом доме всегда собиралось очень много людей, когда был жив дед. Всегда здесь было очень много народу, было весело, звучало очень много песен, музыки. Но так получилось, что Комарова – это такое место, где живет очень много творческих работников, которые очень часто сюда приходили. В частности, я еще помню в четырехлетнем возрасте живого Николая Константиновича Черкасова, который жил здесь. Василий Соловьев, внук композитора. В доме была какая-то удивительная атмосфера творчества. Когда сейчас ко мне сюда, к нам приезжают мои друзья, как-то это вот само собой получается. Я не знаю, мы ничего не планируем, ничего не программируем, но все наши вечера так или иначе заканчиваются у рояля. Мы садимся и поем, в общем, все подряд. Поем, начинаем мы петь, наверное, какие-то более, как нам кажется, близкие нам современные песни, но в результате все равно мы возвращаемся назад, все равно мы возвращаемся к нашим корням. В конце концов мы поем и Блантера, и Богословского, и Фрадкина, и, конечно, песни деда. И причем многие даже из моих друзей иногда и могут не знать то, что вот какая-нибудь из песен, которую мы вот сейчас прямо поем, написана была вот в этой комнате за этим роялем. И вообще меня часто спрашивают, как и эту песню Василий Павлович написал, и эту, и эту, и эту. Да, солнышко, вот именно так и спрашивают. Под небо и опускаются дымы, в окнах столь нам погаснут огни, И опять мы, друзья, поградимы, погремевшие вспомнили дни. Если всем на планете народа светит радостный свет октября, Значит, эти суровые годы были прожиты нами не зря. Край мой, светлый, большой, друг мой, верный, родной, Никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой. Край мой, светлый, большой, друг мой, верный, родной, Никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой. У него не было такого времени, чтобы он не сочинял. Творчество всегда было у него где-то внутри. Это могло быть и музыкальное, и словесное. Он был необычайный каламбурист, очень любил всякие ассанансы, всякие придумки. Вплоть до того, что я иногда могла к нему обращаться, и когда потом спрашивала его, как он на это реагирует, то он мне отвечал, ты меня прости, но я уловил только ритмический рисунок твоей речи. Он, видно, все время был занят своей какой-то внутренней работой. И так же видно было, и когда мы покрывали эти большие расстояния по Германии. В первой машине ехал Василий Павлович рядом с шофером, а сзади я и певица Людмила Иванова. Он обернулся к нам с кусочком нотной бумаги, которую он обычно всегда держал при себе. Татьяна Давыдовна, жена композитора. Девушки, вы в консерватории учились? Мы говорим, учились. Можете это вот так с листа пропеть? Мы говорим, наверное, сможем. Ну, давайте. Та-ра-ра-ри-ра-ра-рам, та-ра-ра-ра-ри-ра-ра-рам. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. Марк Бернес был очень своеобразный исполнитель. У него не было большого голоса. Этот большой голос у него заменял огромное обаяние. Я вспоминаю, когда он пришел с Виктором Кнушевицким, когда они привели с собой поэта Евгения Долматовского и буквально не давали мне жизни, пока я не написал песню «Если бы парни всей земли». Евгений Долматовский. Когда я сочинил эту песню, я не хотел ее выпускать в свет, потому что мне там не все нравилось. Так они, извините, у меня просто стащили ноты. И на другой день к вечеру я уже услышал эту песню по радио. Ну, действительно, хотелось, чтобы это была песня для всех. Правда, мы всех, любую песню, когда пишем, всегда хлопаем друг другу по коленкам, чем все будут петь, потом никто не поет чаще всего. Но это уж как получится. Решили ехать в Ленинград к Соловьеву-Седому, а тут он оказывается к Москве. Пошли к нему. Он говорит, это не мое амплуа. Мы говорим, нет, это для тебя песня. В общем, мы его, вернее, не мы, а Бернес его насильно уговорил. Он говорит, что мы у него стащили. Я бы сказал по-другому. Мы вырвали у него эту песню. Вырвай. Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, Вот было б весело в компании такой, И до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь. Мы самих за дружбу, за булыки биты, За сердечкость весь. Если бы парни всей земли Хором бы песню одну завели, Вот было б здорово, вот это был бы гром, Давайте парни хором запоем. Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь. Мы самих за дружбу, за улыбки милых, За сердечкость весь. Композитор Мишель Легра. Эта песня мне хорошо известна. Ее мелодию мне впервые сыграл Никита Богословский. Мы даже играли ее в «Четыре руки» в Москве на телевидении. Это было в 1957 году. Я увез ноты песни во Францию И попросил Лемарка перевести текст. Французский вариант называется «Время ландышей». Эта песня настолько известна в мире, Что стала настоящим сувениром Из Советского Союза. Я знаю три таких песни. Но наиболее популярна эта песня. «Время ландышей» Уважаемый Василь Павлович, Посольство направило в адрес Союза композиторов СССР Три пакета с комплектами грамм-пластинок Записями произведений, Исполнявшихся на первом Международном фестивале песни В Рио-де-Жанейро. От всей души поздравляю вас С присвоением почетного звания Народного артиста СССР. Большой привет вашей супруге, Участникам фестиваля Андрея Павловича Петрову И Эдуарду Хилю. Посол СССР в Бразилии Михайлов. В один из этих дней Нас собрали и сказали, Что завтра состоится концерт Встреча-знакомства. То есть все исполнители фестиваля Должны принять участие В большом гала-концерте, Но никто не имеет права Петь песен, которые он должен петь на конкурсе. Замешательство. Василь Павлович говорит, Ну что я могу тебе, Эдик, предложить? Единственное, давай споем Подмосковные вечера. Ты споешь, а я тебя закомпанирую. Это единственное, что я могу придумать. Но ситуация, конечно, Сперва нам показалась весьма рискованной. Эти все солисты С этими пышными ансамблями В этих потрясающих туалетах, Эти южные американки. Там, в общем, такое, так сказать. Но ничего другого нет. Наше все посольство тоже Пришло на этот концерт. Зал амфитеатром. Колоссальный амфитеатр, Как все там грандиозно, Так и это очень большое. И только внизу Маленький такой пятачок эстрада, Высвеченный прожекторами. И вот, представляете, Мое волнение, Когда вот в этом колоссальном зале Появляются два человека, Которых эти прожектора, значит, Туда сопровождают. Садится Василий Павлович за рояль, Хиль становится за этот же рояль, И тихо, спокойно Раздаются первые аккорды Вступления подмосковных Василия Павловича. Не слышны в саду Даже шорохи Все здесь замерло До утра Если б знали вы Как мне дороги Подмосковь Хиль начинает петь И буквально на втором такте, Что вы слышите сейчас в этой пластинке, Весь зал взрывается От того, что он знает эту песню, От того, что он видит перед собой этого автора. И потом они начинают вместе с ними скандировать И кончается это совершенно грандиозными аплодисментами. На второй, на третий день Они были наиболее популярными исполнителями со всего конкурса. Вот тут, вот в этой комнате Сложилась песня Подмосковные вечера. Поэт Михаил Матусовский. Мы ее писали для картины, Посвященной Спартакеаде народов Советского Союза. И я помню, Как сейчас это заседание Строгого заведующего музыкальным отделом, Который поднялся и сказал, Василий Павлович, Мы не узнаем вашего таланта. Вы, автор таких знаменитых песен, Соловьи, Вечер на рейде, Вдруг написали такую посредственную песню. Ну уж мы как-нибудь ее Приткнем в картину Полтора куплета Где-нибудь дадим Так на фоне, Потому что уже Песня написана. Но это большая неудача. Мы ждали от вас большего. И мы вышли Из киностудии. Был такой неуютный День, Соответствуя нашему настроению. И Василий Павлович сказал, Ну, Михей, Вы, наверное, написали Тепленькие лирические стихи Или даже стишки. А я к ним Написал тепленькую, вялую музыку. Ну, бывают неудачи. Не слышны в саду Даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, Как мне дороги Подмосковные вечера. Я скажу, как я помню, Как это было. Меня позвали На студию документальных фильмов Для того, чтобы я Записал их. Две песни Василия Павловича. Потом мы пошли В аппаратную прослушивать. Артист Владимир Трош. Дубли выбирать. Какой дубль лучше, Надо ли монтировать и так далее. И потом, значит, стали обсуждать Эти дубли. А я слушаю. Звучит дальше Какая-то песня. Незнакомая мне. Видимо, просто оператор, Кто там у магнитофона был В это время, не выключил магнитофон. И звучит там песня С текстом, со словами Подмосковные вечера. Что-то там меня зацепило. Я тогда к Василию Павловичу Ну, что ты хочешь, я к Василию Павловичу Сыграйте мне разочек. Я еще не очень четко, конечно, запомнил мелодию. Он мне сыграл, я тут же запомнил. И тихонько так на ухо ему пропел. Он говорит, как ты хочешь. Ну, вот так вот. Вот слова у меня. Ну, примерно в такой манере. Вот это сказать. Вот так-то, вот так-то. Речка движется и не движется Вся из лунного серебра Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера Что ж ты, милая, смотришь и сказа Низко голову наклоня Трудно высказать И не высказать Все, что на сердце у меня Когда Клиберн узнал Что Василий Павлович пишет песни Честно говоря, даже не знаю Знал ли он раньше Подмосковные вечера Или просто пленился ими Когда тот ему наиграл Но почти весь вечер Который мы провели В доме композиторов Клиберн уже с этой мелодии Не сходил Потом ему понравился Очень Василий Павлович Он попросил через переводчицу Не можете тот сыграть С ним в четыре руки Собачий вальс Они сидели Вот эта знаменитая фотография Где они вдвоем С упоением играет Этот самый вальс Через пару дней Он уезжал уже Из Советского Союза И я сидя дома Слушала его прощальный концерт В Москве Я полюбил Вас Спасибо за все Он очень много играл И очень много бесов играл Я решила, что уже Так сказать Концерт закончен Но публика неистовствовала Я смотрю Он опять идет к роялю Еще внутренне подумала Что вот это уже лишнее Вот этот раз Ему уже, наверное, не надо было Больше играть Но тем не менее Приготовилась слушать Очередной бис Рождение этой песни общественно-политическое событие, потому что долгие годы советская музыка, русская музыка, ну, так сказать, в зарубежном быту, что ли, она ассоциировалась с песней «Оччерный», вывезенной, так сказать, иммигрантами после Октябрьской революции. И появление в 50-х годах песни Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера» практически прекратило жизнь песню «Очечерный» и сейчас действительно является вот нашим музыкальным символом. Соловьёв-Седой обладал огромным человеческим обаянием. К нему люди тянулись, и не случайно он был главой Ленинградской композиторской организации на протяжении почти всей своей жизни, потому что никогда ни один творец не может быть в таком положении, чтобы его человеческая личность не отразилась в его творчестве. И вот сам Соловьёв-Седой, он целиком отразился в своих песнях. Именно вот эта человеческая отзывчивость, его теплота, сердечность, то, что характерно для его песен. И кроме того, он обладал совершенно потрясающим природным юмором. Рыбак, молодой удалый, не везло ему никак, ну никак, ну никак, ну просто не клевалок. Я домой тихонько шла, сердце волновало. И он никогда шуткой человека не обижал. И вот этот юмор, он же и в песнях тоже присутствует. Вот это тепло, это человечность, это доброта. Взять хотя бы вот эту песню, которую мы с Витей пели постоянно. И иногда теперь тоже, так сказать, когда нас просят вдвоём где-то выступить, мы тоже иногда её поём. Какая? Ничего не говорила. Ничего не говорила, только рядом до речки прожила. Посмотрела, как будто рублём подарила. Посмотрела, как будто огнём обожгла. Посмотрела, как будто рублем подавила Посмотрела, как будто огнем обожгла Я вот сижу сейчас и ловлю себя на мысли Мы встречались, шутили, смеяли И все мы как-то относились к нему Ну папа Вася, ну Василий Павлович А ведь это же живой классик Вот теперь, когда думаешь, боже мой, мне посчастливилось Вот оказана была честь быть близко знакомой с настоящим классиком Советским, настоящим мелодистом Я-то считаю, у меня было два учителя в жизни Это Дунаевский Изакосипович и Соловьев-Седой Василий Павлович Не то чтобы я у них в прямой учился Я считаю, что он у них закончил заочный аспирантур Я хочу рассказать об одной отличительной черте Василия Павловича Они много говорили, но это его страсть к путешествиям Причем больше всего Василий Павлович любил ездить на автомобиле Много лет он дружил с таким Виктором Сергеевичем Евстигнеевым И вот дело было в июле месяце, жаркий день Василий Павлович с Виктором выходят из машины И в маленькую речишку какую-то окунуться Только вошли в воду Из соседней деревни бежит народ Размахивает руками, крики какие-то, что-то страшное Ничего не понимают они в речке Подбегают и говорят Что вы делаете? Вон отсюда! Мы завтра ждем саперов! Что такое? Короче говоря, в этой речке Были ли обнаружены с войны боеприпасы? Интересно, что Василий Павлович не потерял самообладание Он говорит, товарищи, я прошел всю войну Меня никакие боеприпасы не взяли за 4 года Все в порядке, этого я не боюсь Через 5 минут машина мчалась дальше по асфальту Они ехали в сторону Москвы И только проехав километров 30-40 Они обнаружили, что они без ботинок Я Василий Павлович не знал Но на его песнях рос И вот все эти песни, которые сегодня звучат Я их все знаю наизусть Их пел мой отец И они сопровождали меня всю мою жизнь Станислав Константинович здесь наигрывает Да За заставами ленинградскими Мой ушел и сфалафейная весна Где не спали вы ни солдатские Тишина твоя, как прежде тишина Артист Александр Хачинский Над Россией Над Россией Не Россией Не Россией Над Невой Целом мире Нет Россией Ленинграда Это сейчас позывные моего оркестра Да То есть не моего оркестра А скорее оркестра Василия Павловича Павловича Дирижер Станислав Горковенко Уважаемый Василий Павлович Вы не можете себе представить С каким наслаждением Я и мои товарищи Поем ваши песни И особенно Пора в путь-дорогу Эта песня написана для летчиков Но мы Простите Изменили всего несколько слов И она теперь подходит и к нам Танкисты Гвардия лейтенант Федоркин Закаляйся Если хочешь быть здоров Постарайся Позабыть про докторов Водой холодной Обливайся Если хочешь быть здоров Мы партии правые 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 Но чтоб не сгазили Поруки нас пудрявые Мы перед вылетом еще Их поцелуем горячо И трижды плюнем Через левое плечо Пора в путь-дорогу Дорогу даю 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 И днем С милым порогом Здравствуйте Здравствуйте Ой, господи Да-да-да Присел Вот подарок Пускай Пускай Ты вас забросить Нас далеко Пускай Ты к сердцу Только никого Не допускай Следи Куршога И к сердцу Видно все Ты так и знай Ты так и знай Мне помнится Василий Павлович В этой картине Сам написал стих Подсрочник сделал И слова были такие Сейчас Говорят Что я парень Приятный Говорят Что я парень Простой Все товарищи Мои Давно женаты Я один Среди них Холостой И зачем Я такой Уродился Видно Даром Я небо Копчу Меня Девушки Хорошие Не любят А плохих Я и сам Не хочу Я и сам Не хочу Может быть И моя Недотрога От меня Уж Не так Далеко На земле Я бываю Немного Ну а с неба Найти Нелегко И зачем Я такой Уродился Ведь Над Даром Я небо Копчу Меня Девушки Хорошие Не любят А плохих Я и сам Не хочу Меня Девушки Хорошие Не любят А плохих Я и сам Не хочу А то, что касается Его мелодии Это родник Это родник Была одна такая песня Которая является для творчества деда В общем Очень важной Но прежде всего К этой песне Которая называется Сегодня наш полк на заре выступает Он сам написал стихи Она, к сожалению, осталась как-то без внимания Ее не очень знают Сегодня наш полк на заре выступает Нелегкое дело Война Эй, кто там веселую песню играет Сурово спросил старшина Немало увидеть пришлось на пути нам Воюем не первые дни Не радостной песней А грустным мотивам Погибших друзей помяни Помянишь друзей Завоюешь иначе Солдаты особый народ От боли не плачем От песни заплачем Коль песня до сердца дойдет Я как-то сзади разошла в кабинет Надежда Павловна Сестра композитора И дедушка, видимо, пришел Какой-то очень расстроенный Но, надо тебе сказать Он никогда своим горем Ни с кем не делился Он очень всегда все в себе держал Понимаешь, его все зали Как весь вечер Всегда всякие неприятности У него все тут где-то Глубоко скрыто И никого это не касалось Тут, видимо, что-то такое случилось Из ряда вон выходящих Потому что он сел у рояля И как раз вот я вошла на эту строфу Когда он пел От горя не плачем От песни заплачем И даже какие-то слизинки в глаза были Это я хорошо помню Ты прав Для него эта песня много значит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за просмотр!